всем здоров скоро новый год и снова начнут всплывать мемы со знаменитым скриншотом из the division где якобы показывается обстановка на улице после нг и ведь действительно подходит но кажется я нашел кандидата получше уровень творящегося там трэша и безумия в виде убийства орд перебравших с помощью фейерверков я думаю как нельзя лучше подходит в качестве демонстрации возможных последствий празднования нового года название игры sunset overdrive да я понимаю здесь нету снега и нового года и вообще дальтоник так что отстаньте это уже третья благодаря microsoft игра которая удивляет своей графикой несмотря на разработку когда-то эксклюзивно для xbox one да такое когда-то было и именно о визуальном оформлении игры сегодня и пойдет речь перед просмотром прошу вас поставить лайк этому видео и подписаться на канал спасибо действие игры разворачиваются в городе сэнсет сити где население немного перепила новый газированный продукт компании fisca под названием делириум x-ти которые на халяву раздавали всем желающим в честь запуска в результате чего почти весь город мутировал в монстров в которых так и называют перебравшими да игра выполнена в шуточной манере несколько пародина однако юмор в игре очень качественные там активно высмеиваются различные клише обыгрываются типичные бытовые ситуации часто ломается четвертая стена и в целом игра такая прям молодежная и да своим даже и не стилем а скорее отношением к происходящему игра схожа чем-то с сэнс роу основная идея сэнс от овердрайв начала формироваться сразу после завершения серии игр resistance разработчики хотели сделать что-то совершенно новое при этом оставив у себя права на игру свои издательские услуги предложила microsoft ей как раз нужны были проекты для новой консоли потому уже скоро стартовала полноценная разработка игры она работает на внутреннем движке студии у которого вроде как даже нет названия однако и ежу понятно что им приходилось создавать свой амбициозный проект в рамках очень ограниченного бюджета ограниченного в плане мощности консоли хотя после работы с playstation 3 им так наверное не казалось но все же игра в открытом мире с обилием экшн-сцен предъявляет большие требования к работе памяти и скорости центрального процессора площадь игрового мира составляет примерно 12 квадратных километров до это не размеры gta 5 или death trending однако и структура уровня здесь совершенно другая сэнс от овердрайв практически вся площадь локации это городская местность с дорогами зданиями фонарями и прочим наполнением и во время разработки игры город прошел через три стадии создания прежде чем достиг финального варианта сперва был создан макет города прототип который назывался green light insomnia games впервые приступила к созданию открытого мира потому они прежде всего смотрели на другие игры в подобном сеттинге на dead rising стоит в деке и dead island и прочее что конечно отразилось на том как выглядел green light city это был небольшой плоский городок как его называют разработчики потому как игрок передвигался только по земле а большинство миссий происходило внутри зданий тогда предполагалось что игра будет направлена на изучение выживания крафты и все в этом духе но с их фирменным шуточным стилем однако игровой процесс был медленным из-за малого количества способов передвижения а из-за ограниченной площади улиц мутанты слишком быстро настигали игрока потому приходилось играть с осторожностью что довольно быстро наскучивала медленный игровой процесс начали ускорять заставляя игрока активней перемещаться в соответствии с этим в геймдизайн было добавлено много вертикального геймплея площадь улиц осталась такой же но здания стали значительно выше и представляли они собой скорее набор различных элементов с помощью которых игрок перемещался выполняя акробатические трюки скольжение по проводам бег по стенам отталкивание торчащих балок и так далее таким образом уровень претерпела значительные визуальные а также геймплейные изменения и этот прототип назвали razer city однако некоторые элементы геймдизайна все еще имели проблемы например из первого прототипа green light все еще предполагалось исследование интерьеров зданий где находился ценный лут и проходили миссии и активно перемещаясь по городу 24 на 7 геймплей очень сильно замедлялся внутри зданий игра теряла динамичность разработчики не смогли объединить новую систему перемещений с исследованием внутренности зданий а потому интерьеры полностью вырезали направив все усилия на проработку открытого мира таким образом игра перешла от открытого мира в стиле разветвленной кишки до полноценного open world а с динамичными перемещениями по городу с элементами платформера претерпев три стадии изменений однако на этом трудности не закончились ведь вся система перемещений включающая батуты и перила фонарные столбы вывески и прочее что придает импульс персонажу заставляет его двигаться необходимо грамотно расставить по уровню всего игра состоит из приблизительно 700 тысяч моделей на который в совокупности приходит около 300 миллионов треугольников для лучшей оптимизации экономии времени дизайнеров ручная работа которая должна сводиться к минимуму была применена система процедурной расстановки на основе гексов гекс это ну просто шестигранник вся игровая зона разделяется на такие вот шестигранники для того чтобы по минимуму обращаться к медленной памяти из box one в реальном времени обновляется данные только в семи ближайших гексов более того они используются в сочетании с модульной системой когда разные сеты комбинируются между собой что ускоряет заполнение локации дорогами зданиями и прочими объектами окружения причем все это расставлено весьма удобно движение в игре практически постоянно и все чего можно толкнуться залезть или проскользить находится именно на таком расстоянии чтобы игрок никогда не останавливался все выверено до сантиметра в результате всего перечисленного сенсит сити выглядит по-настоящему детализированным с большим количеством разнообразных ассетов и работает на xbox one стабильных как частота выхода моих видео 30 fps на пока при этом разблокирована частота кадров однако я заметил что если вращать камерой то она сильно просаживается причем не у меня одного такое видимо где-то накривили с портом кстати игра имеет свою стилизацию не сказать чтобы комиксную или мультяшную а скорее что-то посередине однако несмотря на это была также проделана хорошая работа с текстурами они весьма высокого разрешения плюс используется технология pbr или физически корректный рендеринг позволяющий текстурам иметь отражающие свойства очень визуально похожие на реальное то есть камень металл пластик и прочие материалы отражают и рассеивают свет именно так как и в реальном мире причем как я уже говорил на игру приходится около 700 тысяч моделей каждую из которых нужно разрисовать и текстурировать для этого создается так называемая юви развертка благодаря которой координаты текстуры и полигонов соответствуют друг другу хоть это процесс и может быть автоматизирован тем не менее требует много ручных правок чтобы максимально сократить работу художников на этом этапе был использован метод который в insomniac назвали the ultimate trim суть его в том что почти все текстуры в игре имеет одну и ту же юви развертку и компоновку а границы текстур карт нормали имеют угол в сорок пять градусов что позволяет создавать бесшовные тайловые стыки текстур и с легкостью менять материал большинства моделей в игре также иногда используется специальный метод рендеринга текстуры для того чтобы имитировать интерьер зданий в окнах отдельно хотелось бы поговорить про освещение в игре в отличие от некоторых супер графонистых проектов на пластейшн 4 сенсайт овердрайв все-таки есть очень неплохой алгоритм момент окклюжен без явной черноты в картинке когда вокруг объектов виднеются темные ореолы тени в игре не выделяется каким-то реализмом это самые обычные трафаретные тени без всякой там симуляции пенумбры эффекта contact hardening и прочего но помимо тени от солнца они еще кастуются от уличных фонарей или телевизоров в комнатах фильтрация теней при определенных положениях камеры ломается из-за чего появляются лесенки не знаю почему так наверняка но есть предположение дело в том что в игре используются сглаживания да ладно но не простое а sma которая с помощью специальных шейпов анализирует картинку на предмет резких перепадов освещенности пикселей о чем вы можете подробнее узнать из моего обзора алгоритмов сглаживания и видимо под определенным углом когда тень начинает несколько сливаться с фоном она видимо и перестает сглаживаться однако что я нашел по-настоящему крутым это реализованное в игре глобальное освещение суть его в том что свет может отражаться от других поверхностей и освещать объекты которые находятся непосредственно в тени также их освещая как можно видеть здесь например область под мостом является темной и естественно освещенной потому что сюда проникает сравнительно мало света причем все это полностью динамическое вот мы видим что все в тени однако если стать рядом с областью куда падает свет то правая сторона персонажа также будет освещена одним из аспектов джиа является также цветовой рефлекс оптический эффект при котором свет отраженный от предметов имеющих цвет может окрашивать также рядом расположенные предметы вот например розовое дерево зеленая палатка или голубая стена окрашивают окружающие предметы и главного героя в соответствующие цвета я не знаю как именно они этого добились возможно использовали пробы освещения специальные сферические объекты храняющие информации бытносивности светового излучения вокруг себя текстуры тканевых материалов также анимированы специальный шейдер немного искажает текстуру так чтобы казалось будто материал развеивается на виду сожалению в игре нету смены времени суток однако фиксированное положение солнца наверняка помогло разработчикам лучше проработать освещение объемных эффектов также нету напоминаю что это 2014 год а вместо этого применяется лишь эффект божественных лучей в пространстве экрана таким образом я считаю освещение в игре главной ее особенностью ведь реализовать это в 2014 году да еще и на xbox one в игре в открытом мире ну задача мне кажется не из легких в качестве отражения используются всем нам знакомые кубические карты довольно высокого качества плюс screen space отражения которые берут информацию из текущего кадрового буфера применяются они не слишком часто однако всегда уместно например в воде которая кстати имеет изменяемую геометрию хоть и не реагирует особо на движение персонажа в лужах используются также кубические карты кстати с тем же эффектом анимации ветра но все же довольно хорошего качества в которых можно разглядеть облака которые кстати сделаны довольно интересно по сути небо в игре представлено простым skybox'ом но также анимированным облака движется по нему изменяя свою форму понятно что это не реймарчинг облака просто специальный шейдер который искажает все чтобы выглядело это эффектно но еще хотелось бы отметить отлично проработанные экшен-сцены когда бегает целая орда перебравших которые эпично расстреливаются и взрываются с применением самого разного оружия кислоты и пуль фейерверков и прочего удивительно что ягуар в xbox one мог вывозить такое количество всего на экране в совокупности с весьма сочным графонем кстати в то время был какой-то фетиш на толпы чего бы то ни было огромное скопление людей в assassin's creed unity зомбари в dead rising 3 теперь вот перебравшие однако я надеюсь вам понравилась графика в этой игре если так то подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии нажимайте на колокольчик добавляйтесь друзья в стиме потому что мы искренне никто не лайкает ну и всем пока а